ТОП 5 важных предстоящих новостей для граждан и тех, кто находится в кредитных долгах. Разбираем новости законодательства. Самые свежие новости всех предстоящих месяцев. Что изменится в законе? Имена должников по алиментам будут известны всей стране. Иностранным коллекторам запретят работать в России, а на ставку букмекерской компании игрокам запретят брать кредиты. Об этом и не только. В сегодняшнем видео досмотрите до конца, потому что это важно для тех граждан, у кого есть долги. Всем привет, я Роман Родин, вы на канале федеральной юридической компании Дело Время. Здесь мы говорим простыми словами о ваших правах. Подписывайтесь на канал, здесь каждую неделю выходят полезные ролики. Обязательно ставьте лайк за пользу и давайте начнем. В России будет создан реестр злостных алиментщиков. Госдума приняла закон о создании реестра, в котором будут собраны все граждане, которые уклоняются от выплаты алиментов. Закон в первую очередь направлен на защиту интересов детей. После включения должника в реестр, информация о нем будет находиться в открытом доступе, до тех пор, пока он полностью не погасит долг. Самого должника выдумят через сутки о том, что он внесен в этот список. Кого именно туда внесут? Должников, привлеченных к ответственности за неуплату несовершеннолетним или недееспособным детям. Должников, которых привлекли к ответственности за неуплату нетрудоспособным родителям. А также должников, которые находятся в розыске. Когда должник полностью погасит задолженность, его исключат из этого реестра. Следующая новость. Верховный суд уточнил, когда можно взыскать кредитный долг с наследника. Дело в том, что нередко полученные в наследство долги вызывают у наследников много разных вопросов. А именно речь идет о долге по кредитной карте. Как гасить долг, если у умершего родственника были систематические просрочки? Получится ли применить срок исковой давности, если долг старый? Ранее судебные инстанции могли отказать банку в изыскании долга наследника, потому что срок исковой давности они исчисляли с даты первой просрочки внесения платежа. Однако, Верховный суд объяснил, что договор по кредитной карте предусматривает ежемесячные платежи по кредиту. То есть, период, в течение которого истец вправе обратиться в суд, считается отдельно по каждому просроченному периоду. Поэтому, друзья, если вы попали в подобную ситуацию, когда вам приходится гасить чужой долг по кредитной карте, помните, что срок исковой давности надо считать по каждому периодическому пропущенному платежу. Таковы условия кредитки. Кстати, много ли среди наших зрителей тех, кто пользуется кредитными картами до сих пор? Или вы живете только на свои средства? Поделитесь своим мнением внизу в комментариях, нам правда важно его знать. Третья новость касается букмекерских компаний. Госдума хочет запретить букмекерам принимать в качестве ставки деньги, которые были взяты в кредит. Многие граждане испытывают действительно пристрастие к азартным играм. В процессе игры теряют совершенно какой-либо контроль. По итогу это приводит к желанию отыграться и даже взять кредит в МФО. Ведь какие-то 20-30 тысяч рублей не кажутся огромной суммой, когда человеком движет азарт. Целые семьи попадают в бедственное положение из-за таких случаев. Буквально тонут в долгах. Поэтому запрет кредитных карт в букмекерских компаниях поможет обезопасить игроков от непосильных долгов. Надо сказать, что многие МФО и букмекерские компании буквально спелись и отлично существуют вместе. Пункты приема ставок букмекерских контор и МФО чаще территориально расположены очень близко. Естественно, это позволяет одним организациям увеличивать клиентскую базу, а другим получать источник дополнительного финансирования от клиентов, а именно от участников азартных игр. Поэтому теперь закон вводит норму, которая запрещает букмекерским конторам работать в тех же зданиях, где расположено и МФО. Внимание, друзья! А если уже сейчас вас или ваших родственников мучают кредиты, микрозаймы, долги, и вы хотите законно от них избавиться раз и навсегда, то в описании к этому видео внизу вы можете забрать инструкцию, как защитить себя и своих близких от коллекторов и служб взыскания банков и МФО. Ссылка на шаблон внизу в описании. Переходим к другой новости. В Госдуме предложили запретить работу иностранных коллекторов в России. Как отметил заместитель председателя правительства Ассоциации юристов России Игорь Черепанов, законопроект разработан в целях пресечения возможности получения прибыли коллекторскими компаниями с иностранным участием. Мало того, что получаемые доходы отправляются за границу, так еще и деятельность по возврату просроченной задолженности предполагает получение личных данных граждан. Что, конечно, может нарушать безопасность тех самых должников. Кстати, а что вы думаете, напишите ваше мнение внизу в комментариях. Ну и последнее, о чем сегодня расскажу, это статистика МФО. Число микрофинансовых организаций в этом году сократились до рекордного уровня с 2020 года. Крупные компании усилили свои позиции, ну а маленькие ушли. Сокращение числа МФО связывают в первую очередь с неспособностью многих компаний адаптироваться к ужесточению требований с точки зрения законодательства. Однако, с другой стороны, это не помешало рынку оставаться в плюсе. Ведь прирост выдачи займов в 2024 году составил 25%. Дело в том, что крупные МФО стали увеличивать сроки микрозаймов на самом деле до предельно возможных 6 месяцев. Друзья, ужесточение условий привело к активизации также дочерних МФО от непосредственно банков и притоку туда банковских клиентов. А какие еще новые законы, поправки вступили в силу совсем недавно, я рассказывал в своем видео, ссылка будет вот здесь на экране. Друзья, мне интересно ваше мнение по сегодняшнему выпуску. Какое именно изменение в законе повлияет именно на вас? Я в свою очередь считаю верным, что решение запретить букмекерским конторам и МФО работать в симбиозе. Иначе люди так и продолжат бездумно брать кредиты и тонуть в долгах. А вот должникам по алиментам придется серьезно задуматься о выплате своих долгов. Иначе пятно на их биографии так и останется известным всем и каждому. Если среди наших зрителей есть те, у кого давно кредиты, микрозаймы и вы хотите законно от них избавиться, а общая сумма всех долгов более 300 тысяч рублей, напишите напрямую нам в WhatsApp или Telegram по ссылке в описании или в комментариях. Мы работаем по всей России уже более 9 лет, успешно помогаем гражданам нашей страны законно списывать долги. Обязательно поможем и вам. Ссылка для записи внизу в описании. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Будем благодарны вам за лайк, за подписку на наш канал. Пока!